Министерство иностранных дел Украины объявило о создании горячей телефонной линии для иностранных студентов, которые хотят выехать из Украины. Министр иностранных дел Кулеба заявил, мы очень много делаем, чтобы обеспечить безопасность зарубежных студентов и их быстрый выезд из страны. Это заявление было сделано после того, как организация ООН по беженцам объявила о наличии проверенных и подтвержденных данных о том, что власти как Украины, так и соседних стран проводят в отношении некоторых беженцев дискриминационную политику, дискриминацию по национальности, месту рождения и цвету кожи. Мы уже сообщали, что в основном молодые люди с коричневым или черным цветом кожи, пытающиеся выехать из Украины, встречают не очень ласковое обращение. В первую очередь это зарубежные студенты. Ну, например, только из Нигерии на Украине учились 4000 человек. Африканцев просто не пускали в поезда, идущие, например, из Киева на запад, а также не пропускали через границу Польшу, Молдавии, Румынии и не стеснялись при этом в выражениях относительно их расы. На бытовом уровне расизм и национализм на Украине имеют место, и, наверное, уж не в меньшей степени, чем в России, например. Для престижа и имиджа Украины эти факты имеют большое значение. Другое дело, что у украинского правительства вряд ли есть сейчас серьезные ресурсы, чтобы эффективно со всем этим бороться. Европейский Союз официально подтвердил объявленное раньше намерение разрешить беженцам из Украины оставаться на территории европейских стран по крайней мере три года с правом на работу и с бесплатной медицинской страховкой. ООН сегодня сообщило, что общее число украинских беженцев, которые уже перешли границу и находятся в соседних с Украиной странах, достигло миллиона и двухсот тысяч человек. Администрация Байдена объявила, что украинцам, находящимся на территории США без легальных документов и прибывшим в Америку до 1 марта включительно, будет предоставлен статус временных беженцев. Им будет дана возможность оставаться и работать в США на протяжении полутора лет. По примеру временных беженцев из других стран можно, однако, предположить, что потом статус их можно будет продлевать. Ну и также в Америке находятся сотни тысяч бывших временных беженцев из Центральной Америки, из Африки, которые по окончании их статуса из Америки не выехали. И серьезные меры для их высылки, по сути, и не предпринимались. И интересная особенность этого решения Байдена о легализации украинских граждан, прибывших в Америку до 1 марта. Она в том, что мало кто из настоящих беженцев успел за полторы недели войны добраться до Соединенных Штатов. Но в то же время очень много других нелегальных украинцев живут в США уже давно и по многу лет. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до понедельника. До свидания.